Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы будем работать в несколько новом для нас формате, для вас и для меня. Мы будем с вами проходить в дальнейшем курс GIS, именно работе с программой ArcGIS, пакетом программ ArcGIS. Я уже открыл часть программ для того, чтобы не тратить время на будущее их открытие. Помимо этого, через настройки системы я уменьшил разрешение экрана, чтобы все элементы у нас были чуть-чуть покрупнее и вам было лучше видно. Помимо этого, видео будет более компактным и быстрее должно грузиться на ваше устройство. Вы можете попробовать выполнить у себя все эти действия, с которыми мы знакомимся. Для вас доступна тестовая версия программы ArcGIS 10.3. Взять ее можно на сайте desktop.argis.com.ru. Давайте я этот сайт сейчас скопирую, выведу в Word и сделаю покрупнее. Вы можете по этой ссылке перейти, либо через поисковую систему найти, соответственно, загрузить эту версию к себе для дальнейшего использования. Значит, войдите, чтобы получить бесплатную пробную версию. Это будет версия 10.3, одна из двух. Ее можно установить на свой компьютер, если вы хотите глубже разобраться с работой ArcGIS и, соответственно, начать в нем работать. Сейчас существует новое настольное приложение ArcGIS Pro. Вы можете попробовать загрузить его и, соответственно, в нем тоже выполнять все те действия, о которых мы говорим. Будет немного другой интерфейс. Будет несколько менее привычно. Тем не менее, если вы придете куда-то работать, то есть вероятность, что там не будет новых версий, потому что переход на новые версии зачастую требует дополнительных положений. Поэтому старые версии тоже остаются во многом актуальны. Для начала, так как это первое видео, у нас могут возникнуть какие-то сбои, чтобы их предусмотреть, мы попробуем посмотреть тот материал, который был уже на занятиях. Тем более, что до этого не все хорошо ходили. Да, вот передо мной списочек вашей группы. Соответственно, видим, что достаточно много пропусков. Но те, кто пропустил, тоже смогут посмотреть и понять, чем мы с вами занимались. Думаю, что пойдем мы в более быстром режиме. Да, я не буду останавливаться на каких-то деталях. И, соответственно, просто чуть-чуть побыстрее у нас возникнет. Вы всегда можете нажать на паузу в этом видео и выполнить действие, откатиться, посмотреть еще раз, что мы сделали. Итак, значит, мы с вами для начала развернем данные. Я уже сделал это отчасти. Мы договорились о том, что мы все будем работать на диске D в каталоге TEM в папке экологи 2020. То есть, мы, с одной стороны, не замысориваем чужой компьютер, учебный компьютер. И всегда понятно, что эти данные, в принципе, не нужны. Их можно удалить в папочке TEM. С другой стороны, мы себя достаточно четко обозначили экологи 2020, чтобы можно было задать вопрос, что мы это мы. Вторая причина, почему мы договорились о конкретном месте, где мы работаем, для того, чтобы у нас не было в дальнейшем каких-либо сбоев при переходе с проектом с одного компьютера на другой или при необходимости развернуть чужой проект, например, мой или ваших коллег, на своем компьютере. На пути должны совпадать, иначе в дальнейшем могут быть сложности. Работаем мы с вами с набором учебных данных. Мы на них смотрели на занятия. Сейчас я их распаковываю просто здесь. Получаю папочку, которую переименовываю. Она у меня специально помечена как неизмененная, чтобы быть уверенным, что это исходные данные. И первое, с чем мы начали, это знакомство с данными. Мы посмотрели с вами каталоги. Выяснили, что в нем есть некоторое количество данных, которые нам могут быть полезны. Некоторые же оказались здесь по ошибке, и мы их, соответственно, сразу удалили. Посмотрели все содержимое папок, выяснили, что находится внутри, посмотрели, какие файлы сопутствуют. Следующее приложение. Мы сейчас работали с вами в проводнике Windows. Следующее приложение – это приложение Arc Catalog. Arc Catalog позволяет подключиться к данным, которые могут быть как локали на вашем компьютере. Это Folder Connections. Так и, соответственно, могут быть еще другие разделы, которые я сейчас включил через настройки. У меня Customize Arc Catalog Options. Здесь есть несколько разделов, которые подключение к различным базам данных, к GIS-серверам, которые нам не нужны для нашей работы. Мы их скрыли, чтобы нам было удобно. Помимо этого, здесь мы выбирали добавление некоторых дополнительных типов файлов. На занятия мы с вами добавляли возможность работы с файлами в формате PDF, для того, чтобы они также у нас отображались. И, соответственно, после этого у нас эти файлы доступны с какой-либо иконкой, которую мы тоже можем выбрать для наших документов. Делаем подключение к нашим данным. Для этого я щелкаю правой кнопкой мыши, выбираю меню Connect to Folder. Либо можно нажать аналогичную кнопку на графической панели инструментов. И выбираю подключение. Как мы говорили, это будет диск D, каталог Temp, Temp, и в нем у нас, соответственно, Ecology 2020. В нем я сразу выберу под каталог Getting Started, потому что мы им будем пользоваться. И, опять же, все вышележащее содержимое в вышележащих каталогах мне не нужно. Нажимаем ОК. Значит, у меня сделано подключение. Здесь мы можем просмотреть внутренние содержимые различных каталогов, увидеть базу данных, увидеть другие типы файлов. Например, так называемые shape-файлы, которые, на самом деле, состоят из нескольких связанных друг с другом файлов. И с ними начать работать. Чтобы у нас не тратить время, я уже запустил программу ArcMap. Когда мы запускаем программу, она предлагает нам открыть последний открытый проект. Сейчас представленные здесь данные к нашему занятию не относятся. Мы можем выбрать либо пустой проект на New Map из каких-либо шаблонов. По умолчанию это пустая карта, Blank Map. Либо какие-то другие варианты шаблонов. Это уже, соответственно, так называемые компоновки, с которыми мы знакомились с вами на последнем занятии. То есть, карты с элементами ее оформления. Пока закрою, соответственно, получаю пустую карту. Пока она, значит, у нас без названия. Как я уже говорил, мы с вами немножечко пробежимся по тому, что делали в предыдущие разы. Передо мной лежит учебник. У вас этот учебник есть в электронном виде. Если будет необходимость попросить у своих товарищей или меня, я вышлю его еще раз. И, соответственно, мы можем по нему немножечко продвинуться. Значит, мы с вами выбрали данные, с которыми можем работать. Мы выяснили с вами, что арк-каталог позволяет не только просмотреть содержимое подкаталогов, то есть, какими мы данными имеем дело, но также еще в режиме превью быстро ознакомиться с их внутренним содержимым. Так, например, я зайду сейчас в каталог CountryShare, увижу, вот у меня файл RiverShape. Это так называемый ShapeFile, и, соответственно, он представляет собой форму нашей реки. Либо возьмем какие-нибудь другие данные, например, уже смотрели с вами каталог Land на земельные участки. Также мы с вами познакомились, что можно просмотреть данные в режиме как Geography, так и для многих случаев в режиме Table, то есть, табличном, где переписаны объекты с их идентификатором, служебное поле Shape, которое позволяет сохранять координаты объекта, его непосредственно редактирование на недоступное, и какая-то атрибутивная информация, например, значение площади земельного участка, периметра, какая-то дополнительная атрибутивная информация, например, его кадастровый номер, тип землепользования и другая информация, которая, чтобы понять, что она означает, нужно смотреть в описании данных. Значит, так мы можем посмотреть отдельные наборы данных, но в AR-каталоге мы только условно можем посмотреть уже собранную карту из отдельных слоев. На самом деле мы говорили, что это компоновка, у нас видна граница карты и граница, так называемая, фрейма данных, то есть, области, в которой представлены данные. Мы можем работать с этим изображением, по сути, как с картинкой, не можем сделать запрос к данным, поэтому такой вариант нам нужен только, чтобы быстро и экспрессно оценить, что же у нас находится в этом наборе. Мы можем его запустить, запустить файл проекта, который откроет нам карту, предварительно созданную для нас. На наших занятиях мы выяснили, что эта карта у нас состоит из трех слоев. У нас есть слой Buildings Points с различными строениями, Street Arc, это улицы и полигоны парков. Мы можем, соответственно, те или иные наборы данных отключать, убедиться, что это отдельные слои. Мы с вами освоили инструменты навигации по карте, это приближение, удаление, панорамирование. Очень важная для нас кнопка Full Extend, или полный вид, которая позволяет обеспечить нам все представление карты во весь экран, когда у нас данные из всех слоев будут заполнять нашу область экрана. Кнопки перехода к предыдущему Go Back to Privacy Extend, к следующему Go to Next Extend, переходы к предыдущему и следующему виду. Тоже очень удобно нам осуществлять навигацию между различными масштабами и положением нашей карты. Также мы с вами освоили инструмент идентификации, для того, чтобы понять, с каким объектом мы имеем дело. То есть, мы можем щелкнуть на тот или иной объект и запросить о нем информацию. Я показывал, что этим инструментом можно работать в двух режимах. Им можно выделить какой-то индивидуальный объект. Почему-то сейчас мне программа не выводит окно. Странно, я не понимаю, почему. Окно идентификации, может быть, это связано с захватом данных. Не знаю, в чем дело. Либо, соответственно, можно использовать как рамка. Тогда мы получим информацию сразу о нескольких объектах. Но, действительно, я не понимаю, почему у меня не выводится никакая информация. Помимо инструмента идентификации, объект выделяется, информации мы не получаем. В чем дело, пока не знаю. Может быть, связано с этим захватом. Инструмент поиска, когда мы могли искать те или иные объекты. Грузится этот инструмент довольно долго. У нас программа даже немножечко подвисла. Написано, не отвечает. Выведен инструмент поиска. Здесь мы можем найти какой-то объект, который нас интересует. Для этого мы вводим название объекта, который хотим найти. И, как я уже говорил, для того, чтобы ускорить поиск и сократить количество результатов, стоит выбирать, в каких целях вычти. Например, я ищу улицу под названием Apple. Очевидно, что название Apple стоит искать не по всей базе данных, не по всей таблице, а только в поле Name. А там, где хранится имя, говорю, Find. И мне выводят, соответственно, участки дорог, которые отмечены в имени как Apple. Я могу вызвать контекстное меню для этих разделов. Либо подсветить объект, который нужен. Либо спозиционироваться к нему, понту. Вот, меня переместят, покажу где-либо. Выбрать раздел Zoom.to, когда нужный фрагмент мне отобразят на весь экран. Закроем окно. Перейдем дальше. Для нас подготовлены закладки. Мы с ними знакомились. Это раздел Bookmark, где присутствует несколько созданных для нас элементов. Например, Gain Hills. Те самые зеленые холмы, область города. Или другие разделы. Мы можем их создавать самостоятельно. В том случае, если мы переходим к какому-то масштабу. Например, нас интересует какой-то участок города. Ну, например, вот эта вот западная часть города. То мы можем создать новую закладку Create Bookmark. Назвать ее как-то. Например. Вот так вот. Окей. И у нас в следующий раз закладка появится здесь. Мы сможем к ней переходить. Вот. То есть, уже можем работать с существующей картой. Помимо этого, мы научились добавлять новые данные к нашей карте. Отобразим Full Extend. Полное отображение нашего вида. И попробуем добавить новые данные. Сейчас мы пойдем в окно арк-каталог и найдем набор данных. Так. У нас что-то такое сместилось. Найдем набор данных, который называется Water Use. Добавим его на нашу карту. Напоминаю. Переносим на содержимое карты, а не в таблицу содержания. Здесь мы можем выбрать в произвольном месте поставить. Если мы перетягиваем наш объект на область карты, то в этом случае сам Argus лучшим образом располагает набор данных. Лучший способ – это обычно сначала полигональные объекты, потом линейные, затем точечные. В самом низу у нас могут быть различные растровые подложки. Например, космические снимки. Или другие типы растровых данных. Итак. Вот у нас появился новый слой. На слой, связанный с водопотреблением. Все водопотребление разбито на несколько классов. А наиболее темные участки – это участки с большим водопотреблением. Набор данных корректно спозиционировался относительно других данных, потому что у них у всех есть географическая привязка. Для них для всех заданы координаты. Кстати, координаты отображаются в нижнем правом углу и отображают местоположение курсора на карте. Мы с вами также отметили, что тот набор данных, который мы добавили сейчас, а именно файл с расширением LIR, сокращение LR, слой. Это набор данных, который на самом деле не является собственными данными. Это ярлык, указатель на данные, который на самом деле хранится в базе данных. Мы это смогли посмотреть через свойства слоя. Правой кнопкой мыши по нему щелкаю, выбираю раздел Properties. И если я посмотрю источник данных Source, то мы увидим, что наши данные хранятся. Путь повторять не буду. Папочки GreenWallet Data GreenWallet DB с расширением DB, Microsoft Database. Это база данных, на которую мы с вами несколько раз тоже посмотрели. Таким образом, если мы переместим куда-то эту базу данных или испортим, переместим, переименуем ту таблицу, которая там существует. Это в разделе Public Utility класс объектов, который называется Parsons Polygon. В этом случае набор данных станет недоступным. Рядом с этим указателем на слой мы получим восклицательный знак, который покажет, что этот набор данных нам сейчас недоступен по какой-то причине. Следующее, что мы с вами добавили, это информацию о трубопроводах. Давайте мы найдем, где она у нас хранится. Хранится она у нас в базе данных. База данных GreenWallet DB. В ней есть раздел, который называется Public Utility. Вот он, Public Utility. И в нем есть слой или класс объектов. Мы говорим, что это объекты, относящиеся к одному классу трубопровода. Вот Remains Arc. Также перетягиваю на карту, хотя могу в произвольное место, в таблицу содержания. Тяну на карту. У меня появляются трубопроводы. Сейчас их видно не очень хорошо, по той причине, что они перекрыты дорогами. Следующее, что мы научились делать, это изменять отображение тех или иных объектов. То есть их стилистическое представление. Для того, чтобы лучше было понять, на чем идет речь, информацию о дорогах я сейчас убираю. У меня остаются только трубопроводы. Впрочем, и информация о водопотреблении тоже скрою. Вот у нас трубы таким образом выглядят. Для того, чтобы представить разные объекты разным цветом, существует несколько вариантов. Давайте посмотрим. Во-первых, посмотрим на атрибутивную таблицу этих данных. Мы можем это сделать как из программы ArcMap, так и предварительно из ArcCatalog. Давайте в ArcCatalog это сделаем. Сейчас мы в режиме превью видим расположение трубопроводов в пределах той территории, которая не занимает. Мы можем переключиться на режим представления данных, табличный, Table. И увидеть, что у нас каждая труба или фрагмент трубы пронумерован. Имеет свой идентификатор, Future Identifier. Опять же, поле Shape, которое создает координаты. И дальше мы видим различные характеристики. Например, тип трубы. Я не знаю, может быть это металлические, пластиковые, еще какие-то, или там высокого и низкого давления. Диаметр труб, по всей видимости, в дюймах указан. Из какого материала сделаны. Вот здесь уже материал представлен. Некоторая другая информация. А также информация, которая следует из геометрических свойств наших объектов. То есть, это длины трубопровода. Значит, у нас есть характеристика, диаметр, на основе которой мы можем использовать разные стили отображения. Допустим, трубы большего диаметра указать линии большей ширины. Давайте попробуем это сделать. Как я уже сказал, мы бы могли просмотреть атрибутивную таблицу и в программе ArcMap. Давайте сразу это сделаем. Опять же, в контекстное меню для слоя входим. Выбираем раздел Open Attribute Table. На атрибутивную таблицу. Она у меня немножко вот здесь вот скрылась. Сейчас я ее сюда вытащу. И мы, соответственно, можем на нее взглянуть. Собственно, увидим все то же самое, что в ArcMap. Просто нам туда не нужно переходить. Если вы очень плотно работаете в ArcMap, для решения некоторых задач, мы в атрибутивной таблице смотрим прямо в ArcMap. Пока закроем, убедились, что есть разные диаметры труб. Опять же, заходим в контекстное меню нашего слоя WaterMains Arc. Так, лишнее что-то открылось. Раздел Properties. И здесь выбираем раздел, который называется Symbology или Обозначение. В разделе Symbology мы просим распределить все наши объекты на основе количественных характеристик. Вот этот раздел. Раздел. И нас интересуют градуированные символы. Мы говорим... Уже программа знает, что мы сейчас смотрим свойства вот этого слоя. Поэтому мы хотим указать, по какому полю мы будем делать распределение. Такими полями могут быть поля с численными значениями. То есть, это диаметр. FCR. Не знаю, что это такое. И длина объекта. В данном случае мы решили, что мы трубы будем распределять по диаметрам. Выбираем. Нам предлагается сразу 5 классов. Раз, два, три, четыре, пять классов. Для этих классов мы, соответственно, задаем линии разной толщины. Также мы можем выбрать хоть индивидуальное обозначение для каждого объекта. Цвет, толщина, линия. Либо цвет задать сразу для всех. В данном случае мы выбираем цвет, который предлагает нам учебник. Это будет вот этот вот лапез лазури. Или берлинской лазури, если не ошибаюсь. И, соответственно, вот у нас изменился стиль отображения всех трубопроводов. Зависит от длины. Сейчас я этого делать не буду. Ну, в одном месте покажу. Можно отредактировать метку. То есть, как у нас потом будут значения отображаться в легенде. И, соответственно, нажмем клавишу применить. И окей. Мы видим для вот этого лоя Water Mains Arc трубопроводов изменение всего отображения. Трубы с большим диаметром толстой линии, трубы с меньшим диаметром тонкой линии. Вот я уже убежал куда-то по масштабу. Видимо, сработал двойной клик. Воспользуюсь кнопкой Go to Back to Previous Extent. И вернусь к той части, которую я хотел рассмотреть. Тут отчетливо видно, что у нас используются трубы разного диаметра. Ну, в принципе, почему-то идентификация не работает. К сожалению, пока не могу понять. Нет, она работает. Почему-то окно, видимо, при изменении разрешения экрана убежало вбок. Вот оно, наше окошечко. Давайте мы на него взглянем, раз раньше нам этого сделать не удалось. Мы щелкаем по тому или иному объекту и получаем информацию. Например, труба, которую мы выделили сейчас, имеет диаметр 12. А труба, которая обозначена тоненькой линией, у нас имеет диаметр 2. Если мы щелкаем по какому-либо другому объекту, как мы видим, вот у нас, я воспользуюсь рамкой, чтобы попасть в этот точечный объект, мы увидим, что это какая-то средняя школа, которая находится вот здесь. Раз уж заговорили про окно идентификации, вспоминаем. Оно имеет некоторые настройки. Здесь есть раздел. Topmost layer будет выбирать объекты из самого верхнего слоя. Самый верхний слой, если у нас перекрываются объекты из нескольких слоев, например, у нас одновременно вот это здание школы попадает по какой-то причине над трубой, его местоположение, то в этом случае будет выведена информация о этом здании, потому что это самый верхний слой Buildings Point. Помимо этого можно выбрать видимые слои. Все слои, в том случае, если мы хотим находить объекты даже в тех слоях, которые сейчас не отображаются. Слои доступны для выделения, и то, что чаще нужно, пожалуй, это выбор из конкретного слоя. То есть, если мы не хотим, чтобы, допустим, информация о воде намешала выбирать информацию о зданиях, мы можем сказать, выбираем только информацию о строениях. И так далее. Значит, окошечко позволяет найти объект. У объекта тоже, который здесь есть свойства, показанное в нижней части окна. И для этого объекта также существует контекстное меню. Компьютер немножко задумался. Значит, существует контекстное меню, которое позволяет также подсветить объект, приблизиться к нему, спанорамировать карту так, чтобы она стала по центру относительно этого объекта. Вот объект можно выбрать, снять выделение, но это нам потребуется уже в будущем, не на этом занятии. И некоторые другие пункты меню, которые мы пока с вами не обсуждаем. Закроем это окно. Следующее, о чем мы с вами говорили. Нам было бы неплохо, чтобы дорожная сеть тоже отображалась. Наша карта выглядит очень куцая, когда дорожную сеть не видно. Давайте попробуем включить. И для того, чтобы у нас эта информация не так резко выделялась, мы все дороги сделаем линии одного типа. Мы можем, опять же, повторить наши действия, зайти в контекстное меню Properties, в раздел «Символы», нужно сказать в разделе «Futures» выбрать подпункт «Single Symbol», то есть одиночный тип символа. Программа, конечно, не знает, что мы хотим отображать дороги, поэтому предлагает нам выбрать некую зеленую линию. Опять же, мы щелкаем по элементу шаблона и выбираем одиночный тип, например, обычная дорога, и задаем ей какой-то цвет линии, который бы нам хотелось. Соответственно, это будет серый, наверное, какой-нибудь 20%. Ну и, соответственно, можно будет выбрать ширину линии, ну, допустим, единица. Окей. Применить и окей. Вот. Это мы с вами сделали. Значит, это основные приемы для того, чтобы изменять стилевое отображение тех или иных слоев. Помимо этого, дороги можно подписать. Выбираем, опять же, контекстное меню и находим пункт, который называется «Label Futures» – «Подпись объекта». В этом случае из таблицы, атрибутивной таблицы, давайте ее откроем, где перечислены наши улицы, на прописанной информации их местоположения, мы видим, что для некоторых из них заданы названия. Эти названия будут выведены также нам на экран. На всякий случай сохраним проект. Сейчас он сохранился, GreenWall и MixD, может быть, зря я его перезаписал. В том случае, если мы хотим сохранить его под новым именем, я выбираю меню «File Save As». Нахожу путь к нашему каталогу. Значит, Temp, Ecology 2020, Getty Start, GreenWall и назовем его AutoUse. Сохранили. Сейчас я запись остановлю. Я буду писать небольшими роликами. Мне кажется, что так будет удобнее их просматривать. Они будут более доступными, более компактными. Помимо этого, если у меня возникнут какие-то технические сбои при записи, мне придется меньше перезаписывать информации. Первое видео закончено. Спасибо за внимание. Отключаю.